Сегодня в Беларуси вспоминают героев, павших в Афганистане. Ветеранам войны и воинам-интернационалистам. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение. Глава государства отметил, что эта дата навеки скорбная, но в то же время героическая и торжественная. Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты, тех, кто принял на себя удар распространявшегося в те годы международного терроризма. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых ребят. Реки слез, сломленных горем матерей, вдов и детей. Память об утрате навсегда останется незаживающей раной для белорусского народа. Мы бесконечно благодарны судьбе за каждого вернувшегося домой воина. Рады за всех, кто нашел свой путь в мирной жизни, говорится в обращении. Бессмертную стойкость и мужество почтят по традиции на острове слез в Минске. Отдать дань памяти и возложить цветы к памятнику соберутся родственники, друзья и сослуживцы погибших. У нас есть чем гордиться и есть кем гордиться. У нас достаточно много наших земляков, которые достойно выполнили боевые задачи в Афганистане. У нас наших земляков четыре героя Советского Союза, два посмертно. Встречаются ветераны. Конечно, для тех, кто живы, это достаточно такое разное событие. 15 февраля 1989 года генерал Борис Громов стал последним советским военнослужащим, который перешел мост дружбы через реку Амур-Дарья. Война в Афганистане длилась 9 лет и унесла жизни 15 тысяч советских солдат. Имена 771 погибшего белоруса увековечены на мемориале на острове Мужества и Скорби. Проект новой редакции «Закон о ветеранах» планируют подготовить уже в этом году. Предварительно в 2019-м к рассмотрению документа приступят депутаты. В частности, инициаторы считают нужным приравнять участников боевых действий в Афганистане к участникам войны. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов.